Что у нас происходит с экспертизой в области наукоемких проектов по энергетике? Энергетика у нас может развиваться двумя способами. Может развиваться инженерным способом, инженерным путем. Это когда мы берем некий физический эффект и начинаем его технологически раскачивать, экспериментально раскачивать, пытаемся получить больший эффект, пытаемся достигнуть неких больших показателей по извлекаемой энергии. Второй путь научный, это когда у нас есть четкая фундаментальная теоретическая база по данному направлению. И мы, следуя этим путем, развивая теоретическую базу, развиваем данное направление. То есть мы создаем теоретический модель устройства, потом ее воплощаем на практике. Теоретически открываем физический процесс, потом его практически реализуем. Применительно к теоретической части, для того, чтобы развивать энергетику на серьезном уровне, чтобы открывать новые виды энергии, чтобы не зацикливаться на том, что уже есть, чтобы смотреть шире, чтобы открывать действительно новые виды энергии, мы в этом направлении не имеем никакой теоретической базы. Почему мы не имеем никакой теоретической базы? Потому что теоретическая база у нас выбрана, она у нас не создана в рамках научного метода, она у нас выбрана буквально, нам указали пальцем, вы развиваетесь вот в этом направлении. То, что находится в этом направлении, является научным. То, что с этим направлением не совпадает, научным не является. Неважно, какие бы у вас не были теоретические разработки в этом плане, они не попадут в общий поток научной информации, они не будут допущены к публикации, эти разработки не будут никем рассматриваться. Вы не сможете продвинуть никакой проект. Вы не найдете экспертов, чтобы они оценили данный проект энергетический на научную состоятельность. Что, какие пути у нас есть для развития теоретической базы, какие пути нам указаны, в которых можно развиваться. Первый путь – это классическая теоретическая механика. Данная механика сформирована еще с Ньютоном. Данная механика содержит в себе ряд ошибок. Эти ошибки известны, и эти ошибки опубликованы. На эти ошибки указывал в свое время еще Михаил Ломоносов, когда говорил, что данная модель тяготения несостоятельна. Применительно к Ньютону мы имеем грамотную формулу закона всемирного тяготения, но имеем абсолютно безграмотное обоснование этой формулы. Теоретическая часть, которая подведена к этой формуле, теоретическая часть полностью безграмотная. Второе направление мы имеем релятивистское направление. Направление искривления пространства. Направление теории относительности. Данное направление может только задним числом попытаться известный физический процесс как-то обосновать со своей колокольницей, со своих позиций. Данный факт определяется тем, что геометрическая концепция теории относительности построена на искривлениях. То есть буквально имеет место некая сформированная модель пространства. Эта модель сформирована субъективно, она сформирована индивидуумами. Индивидуумы даже не могут определиться, какая из этих моделей пространства является единственной, верной. То есть есть комплекс моделей, пространство их искривлений. И в рамках этого комплекса моделей мы можем, как бы, как думают теоретики, мы можем объяснить любое физическое явление. На практике мы можем в рамках данных моделей только подтусовать объяснение, притянуть его к за уши, к физическому явлению. Потому что логической связи изначально между искривлениями пространства и каким-то физическим процессом нет. Ну, к примеру, отклонение пучка фотонов вблизи Солнца не является искривлением пространства, это искривление траектории. Но мы можем говорить, что в рамках такой-то модели можно трактовать, как искривление пространства. Причем, поскольку образование дается в урезанной форме, то большая часть безграмотных специалистов действительно думают, что искривления пространства имеют место быть, что это действительно отклонение пучка фотонов является искривлением пространства. Это просто дефект образования, это просто безграмотность, это просто наросшая, воспитанная на безграмотности новое поколение ученых, которое выдает абстракцию за реальность. То есть, таким образом, у нас буквально есть два способа развития энергетики на новых принципах. Первый способ в рамках классической механики, второй способ в рамках релятивистских теорий. Оба способа нам не дают возможности продвигаться вперед, как-то развивать энергетику. Другие способы на официальном уровне запрещены. Запрещены, защищаются комиссии по борьбе со уже наукой, запрещены их публикации. Это частно-собственнические интересы группки ученых, засевших непосредственно на управление научными структурами, которые не допускают никакие альтернативные теории. Ситуация сложилась так, что из-за того, что мы обязали систему образования транслировать на подрастающее поколение безграмотные оппозиции, мы исключили любые теоретические направления из рассмотрения в энергетике. В частности, что у нас исключено, что является самым важным с точки зрения развития энергетики направления? Буквально это является базовое гравитационное поле. Что такое базовое гравитационное поле? Прежде всего, это самый колоссальный из существующих в природе источник энергии. Это самый экологически чистый источник энергии, который из-за безграмотности группки лжеученых мы просто вычеркиваем из рассмотрения. В чем заключается сам принцип? Грубо говоря, есть понятие гравитационная напряженность. Есть схема его описания. Простыми словами, если мы рассмотрим поле тяготения любой массы, например, масса Земли, то Земля у нас окружена полем тяготения. Это в определенном смысле есть гравитационное поле. Кроме этого поля Земли, есть еще понятие базовое гравитационное поле, которое не рассматривается в научной литературе, которое не нашло отражения в публикациях, то направление, потенциально важное для энергетики, которое наука не рассматривает. Что такое базовое гравитационное поле? Наша Вселенная равномерно заполнена телами, телами, обладающими массой. На макроуровне, если мы будем рассматривать большие области Вселенной, то чем больше область мы берем, тем равномернее заполнение телами. Каждое тело, как бы оно далеко не находилось, каждое тело создает свое частное гравитационное поле, такое же поле, как создает наша Земля. Так вот эти поля, они по мере удаления, они не обнуляют свое воздействие. Воздействие от тел, создающих этих поля, только уменьшается. Уменьшается по определенному графику. Это все вполне легко математически описано. И суммарное воздействие на каждую точку пространства со стороны этих полей колоссально. Это самая первичная, самая существенная, фундаментальная физическая сила. Ничего сильнее в природе нет. Это самый колоссальный источник. Это гравитационное поле обеспечивает нам все физические процессы, в том числе ядерные процессы. Все физические процессы, все поля являются вторичными по отношению к базовому гравитационному полю. Это основное, самое важное с точки зрения энергетики направление. Это направление сейчас не рассматривается. Не рассматривается исключительно из-за безграмотности. Из-за безграмотности тех академиков, тех специалистов, которые представляют энергетическую программу государства. Это вполне конкретные фамилии. Буквально имеет место введение в заблуждение должностных лиц, определяющих энергетику. Введение в заблуждение правительства Российской Федерации в направлении энергетики. У нас сейчас в системе образования принято, и возьмем систему среднего образования или высшего, у нас принята следующая схема, когда берем реально учебное пособие учебник для учащихся средней школы, где написано открытым текстом. Вот в этом месте мы откажемся от экспериментальных данных и будем следовать вот такой-то неподтвержденной на практике теории. Слова другие, формулировки другие, но смысл предельно точный. Такой смысл. Отказ от экспериментально подтвержденных данных в пользу какой-то теории. Это учебное пособие. Вполне можно приводить цитаты. То есть внедрение в систему образования безграмотных позиций однозначно отражается на экономике. Как это отражается на экономике? Мы обучили этого специалиста. Пока он обучался, мы заплатили. Это потраченное время. Мы заплатили за энергию, за отопление, за зарплату преподавателям, которые преподают бред нашему будущему ученому. Мы потратили время на этого ученого. Это тысячи студентов ежегодно в различных вузах страны. То есть мы готовим стабильно безграмотных специалистов. Мы тратим на это деньги, деньги государственные. Чьи деньги? Деньги налогоплательщик. Дальше это растет как снежный ком. Потому что государство тратит средства на фундаментальную науку. Так вот, представьте, если у нас безграмотный специалист. Причем не один, а поток специалистов, масса специалистов безграмотных. Наши академики в направлении физики 50% безграмотные, а те, кто занимается фундаментальной физикой, 50% их уверены, что искривление пространства есть. Хотя это технически яма от земли до неба. Это безграмотность. Человек, который верует в то, что есть пространство, либо а, жертва на доверии, если же он верит, что они есть, он просто безграмотный идиот, который не знает основ, который не знаком с понятием научный метод, который не понимает, что это построено все не в рамок научного метода. То есть у нас сидит реально шарлатан от науки и определяет, на какие направления государство должно потратить средства. То есть выделили деньги на фундаментальную физику. Сидит безграмотное чудо со статусом академика, который думает, что да, искривления какие-то есть, хотя кроме как в его мозге искривлений нигде нет, да? И он говорит, а давайте мы будем развивать это направление, давайте мы будем денежки государственные на это тратить. То есть мы заложили систему, чтобы сидели люди и государственные деньги, которые должны на науку, на развитие, реально эти деньги тратятся на удовлетворение безграмотных фантазий современных шарлатанов.